Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у меня очень-очень быстренькое видео, но не знаю, насколько много времени, правда, оно займёт, но очень быстренько хочу его выложить, потому что, ребят, для того, чтобы принять решение многим из нас, кто не смог бесплатно получить данную машину и необходимо доплатить голдой, кому сколько, я, допустим, заберу её бесплатно, потому что просто не забрал ещё свои слитки за пройденную неделю. Спасибо большое моему клану за то, что вы очень были активными. Ребятки, вы все молодцы, я тоже делал всё, что мог, для того, чтобы максимальное количество из нас смогли получить данную ПТшечку абсолютно бесплатно. Так вот, ребятушки, мне не хватает буквально, как говорится, фиг да нифига, 13 слитков, как бы вообще не проблема, но в голде это уже практически 200. Что же касается ребят, которым необходимо доплатить тысячу или полторы тысячи или две тысячи золота, а может даже и больше, я думаю, что вам как раз, ребят, это и видео должно быть полезным. По одной простой причине, потому что я гарантирую, что мои видео без нарезок, без приукрашений каких-либо, без склеек там и так далее. Я не работаю на Wargaming, Wargaming, скорее всего, обо мне не знает, а это даёт мне возможность снимать абсолютно честные обзоры, не будучи никому ничего должным. Так вот, ребятки, сегодня снимем абсолютно честный обзор на ПТшку, которую я буду называть Супер Вафля. Я знаю, что она правильно называется, там, совсем по-другому, но такое название мне, честно говоря, больше по душе. Так вот, ребята, я решил заодно сравнить машинку с обычной проходной вафлей девятого уровня. И что, давайте будем потихоньку пробовать. Ну, а что касается честности моих обзоров, как я уже говорил, я их гарантирую. А значит, если вы за честные обзоры и хотите знать, какими будут те или иные машины в ваших руках, если вы играете средняком, так как это делаю я и не являетесь скилловым игроком, то, пожалуйста, подписывайтесь, вот, жёлтый шильдик в правом нижнем углу, ну и давайте будем дружить. Я же вас отблагодарю хорошими, качественными видео, в которых ничего не приукрашаю. Ну что, забираю абсолютно бесплатно товарища ВТ Райтер, ждём начисления машинки, я думаю, что произойдёт быстро. Вот она, красавица, уже у нас. Давайте сразу, быстренько делаем всё, что нам необходимо для того, чтобы взорваться в бой. Я поставлю сейчас снаряжение, так как мне нравится, так как мои пальцы привыкли. Я не знаю, правильно это или нет. Я вообще не знаю, есть ли в этой игре что-то правильное. Здесь есть удобно или неудобно. Итак, мы однозначно будем увеличивать время перезарядки, для того, чтобы оно было более комфортным. Теперь, что касается минус 20 к урону от осколочно-фугасными снарядами. Не буду ставить пока, по одной простой причине, потому что не знаю, ну насколько это будет толково или нет. Подвижность машинки тоже мне неизвестна. Ну давайте так тогда, сделаем всё-таки осколочно-фугасные, поставим, насколько правильно или неправильно. Бог его знает, увеличивать можно было бы ещё, конечно, время перезарядки, но посмотрим. Посмотрим, насколько я был прав или не прав. Теперь открываем однозначно всё оборудование. Поехали по-бырому, по-бырому, по-бырому. Теперь вот здесь вот добавим немножко живучести машине, потому что у неё брони как таковой абсолютно нет. А значит, лучше пусть будет чутка более высокий запас прочности. Итак, ребят, снарядили машину всем, чем можно было снарядить. Единственное, что сейчас ещё, ну как-то вот так вот абсолютно от балды насыпем себе в боеукладочку голды и погнали в первый бой на данной машине. Да, минутку-минутку погнали в бой. Рановато. Мы говорили о том, что посмотрим на ТТХ с установленным полностью всем. Поторопился немножко, простите, ребятки. Итак, смотрите, сравниваю с ВТшечкой, которая идёт на подобном орудии. Там есть более прикольная пушка, топовая, да, в обычной проходной вафле. Короткий такой ствол. Мне он, честно говоря, порой нравится гораздо больше. Но вот этот ствол, он максимально, максимально по ТТХ похож. Поэтому для того, чтобы была честнота максимальная по обзору ТТХ по данной машине, давайте будем смотреть теперь так. Вот я установил полностью всё оборудование. И, ребят, смотрите, я установил оборудование подобным образом и на вафельке. Теперь давайте будем сравнивать. Смотрите, у обычной вафли 3.4, здесь 3.3. Но время сведения и разброс, разброс, кстати, одинаковый у двух машин. Я думаю, сравнивать необходимо непосредственно в замесе, потому что только замес может показать, насколько это играбельно или неиграбельно. Цифра может быть большая, но в игре тебе не мешает, а может быть по циферке очень заманчиво, а в игре реализовать практически не можешь. Теперь, с учётом всего, что мы установили там всякое оборудование, снаряжение не берём, опыт экипажа там есть и так далее, получается 3517 ДПМ. На 500 единиц больше, можно сказать, чем у проходной вафли. И это круто, ребят, реально круто. Согласитесь, на 500 единиц при 3024 у вафли здесь 3517. Ну, это существенно, ребят, согласитесь, крайне существенно. Я бы сказал, что он получается на 1 пятую выше, да, или на 1 шестую, смотря как там считать, какую цифру брать за основу. Короче говоря, существенно, ребят, реально существенная прибавка. Я не ожидал, что такой ДПМ будет высокий, когда установится полностью всё, что необходимо для комфортной игры. Время перезарядки 9,13. Будем говорить 9,1. У вафли и у супер вафли 7,85. Тоже существенно превосходит. Пробитие 276,352 на подкалиберных совпадает полностью, один в один. Что касается среднего урона 460 и 390, тоже абсолютно полностью совпадает с обычной проходной вафлей. Углы вертикальной наводки вниз минус 5, такое же, как у проходной вафельки. Вверх плюс 20, у проходной 45, но нафига нам 45 градусов реально вверх? Ну, разве что повороном каким-то там, не знаю, стрелять. Ну, это как максимум. Может ещё где-то там в режиме гравитации использовать, но не более того. Единственное что, смотрите, осколочно-фугасная 65. И я сейчас посмотрю, сколько у обычной вафельки, потому что, честно говоря, не помню. Да, тоже 65. То есть получается, ребят, существенно завышенный ДПМ за счёт очень хорошо поднятого времени КД. Я имею в виду сторону сокращения ойного. Ну что, ребятки, сравнили орудие. Теперь давайте посмотрим, а как эта вафелька Райтер играется реально в рандоме. И по первым каткам я думаю, что сложно, безусловно, принять решение покупать или не покупать. Но по тому, насколько комфортно или некомфортно будет на этой вафельке отыгрывать, можно понять плюс-минус, какую сумму, но является целесообразным доплатить за данную машину. Смотрите, вопрос ещё заключается в том, а за сколько можно продать данный автомобиль. К этому вопросу мы обязательно вернёмся по завершению данной каточки. Обязательно, ребят, посмотрим, что можно получить в виде голды, продавая Райтера. Как видите, Райтер есть и в команде противников, и в нашей команде. Короче, есть ребята, которые Райтера получили. И я так побаиваюсь, что в ближайшее время девятый левел будет имени Вафентаген Райтер. Потому что огромное количество игроков, которые в течение сегодняшнего дня, ну максимум завтрашнего дня, заберут себе данную машину, они однозначно будут хотеть её катать, потому что это обновка. Что касается заценки по техническим характеристикам, которые можно прочувствовать непосредственно в самой катке. По подвижности машинка едет бодренько, машинка едет нормально. Я не ощущаю абсолютно никакого дискомфорта. Пока по передвижению меня всё устраивает, мне всё нравится. По сведению, смотрите, я уже успел свестись абсолютно спокойно. По точности орудия бьёт прям вообще красота, что называется. По времени перезарядки сейчас вот буквально чуть-чуть мне не хватило, капельку. Но, ребят, на вафле, ну было бы ещё дольше. Поэтому, опять-таки, ставлю однозначный-однозначный плюсик за время перезарядки, за время сведения. Однозначно два плюса сразу в кармане у данной вафельки. Зря сейчас кинул в Эмиля. Странно, что я промазал. Вроде бы два раза только что, когда я бросал, у меня реально всё довольно-таки классно получалось. Так, вообще красота. Я только что в Ягдигера, в нижний бронелист закинул без печали. Я в таких реально был сомнениях по поводу того, попаду-не попаду в него. Сейчас ускорю перезарядку, потому что 53-й сейчас отбросит и попытается свалить. Попал бы я в него, ребят, я в него реально попал туда, куда целился. Просто товарища вынесли раньше, чем мой снаряд до него долетел. Поэтому, ребят, здесь вопрос такой, знаете... Вот сейчас я не совсем понял. Точнее, я сейчас совсем не понял. Попробуем сейчас осколочно-фугасное. Что-то тут. 613 они мне дали. Это довольно прикольно. Я сейчас, конечно, попытаюсь товарища добрать. Не знаю, смогу, не смогу. Вертится, зараза. Получилось. Я отхватил. Отхватил на 492, но запаса прочности у меня еще пока есть. Пускай не в избытке, но присутствует. Еще один фугас на 466. Лучше бы, конечно, бронебойным сейчас закинул. Так, ну что? Сейчас меня явно вынесут. Я это для себя, в принципе, абсолютно отчетливо понимаю. Потому что сейчас есть объектик, который за мной охотится. У меня запаса прочности 9. Сваливаем, ребят, хромая на обе ноги. Но, ура, свалили, выжили. Уже хорошо. Подвижности, кстати, ребят, вы обратили внимание, что подвижности срываться с места хватило вообще без печали. Просто без печали. Точность орудия, блин. Ребят, я вот просто в кайфе от того, что я эту машину получил бесплатно. И, честно говоря, если бы мне дали эту машину покатать, вот буквально за несколько каточек у меня уже потихоньку появляются мысли в голове по поводу того, сколько бы я готов был доплатить за данный аппарат, чтобы он был у меня в ангаре. Ребят, смотрим на результаты боя. Смотрите, я ничего не нарезаю. Вы сами видели, я открыл машину, сделал первую катку на ней. Абсолютно не привыкший к этой машине. Ни к КД, ни к времени сведения. И 3540 единиц урона округляет знак классности первой степени. Но не будем его считать, потому что сейчас машин просто мало. Мало кто их катал. Статистика сейчас крайне заниженная. За такой результат боя на этой коллекционке, с учетом активированного према, 70 тысяч серебром. И что касается нашего места в команде по урону, мы, ребят, с вами на первом месте вообще без печали, вообще, что называется, без проблем. Я обещал ответить на вопрос по поводу того, за сколько эту машину можно продать. Давайте посмотрим. Я сейчас, главное, два раза не кликнуть. Итак, 5000 голды. Вот так вот я вам скажу, ребят. А теперь вы можете считать себе самостоятельно. Если вы реально из тех ребят, которые готовы продавать коллекционки, я за свою жизнь продал всего 2 машины за 8 лет игры в танки. И я до сих пор очень сильно жалею, лучше бы я их оставил, лучше бы они были у меня в виде коллекции в ангаре. Потому что голду со временем собрать можно. Кто донатит, вы еще сможете задонатить и набрать себе голды для того, чтобы дальше покупать какие-то премиумные машины. Или за Real Money покупать коллекционки. Или выигрывать их в каких-то там, я не знаю, соревнованиях, событиях, ивентах и так далее. Ребятушки, не то чтобы агитировал, но я остро не рекомендую продавать вам никакие трактора из вашего ангара. Потому что любая машина, она ценная по-своему. И в каждой из них есть какой-то свой кайф и своя изюминка. Что же касается конкретно райтеров. Если вы посмотрите за сколько вы можете докупить, то вы поймете, что вы можете сейчас купить эту машину, пускай даже за 4,5 тысячи голды и продать ее за 5. То есть 500 голды вы просто наварите на ровном месте. Вот знаете, купил, продал и в принципе на этом, что называется, навара поимел. Так вот, ребят, эта информация как раз для тех, кто планирует райтер получить для того, чтобы его продать. Но пока по данной каточке первой я могу сказать следующее. Я эту машину однозначно продавать не буду. И не только потому, что я не любитель продавать машины из своего ангара. А еще потому, что машинка в первом бою мне зашла прям вот на все 110-115 процентов. Если не больше. Время сведения есть. КД есть. Подвижность есть. Точность орудия на среднем и дальнем расстоянии отыгралась там. Ну, я бы сказал, на 98 и 100. То, что я там 2 или 3 раза промазал по противникам, которые находились вдалеке от меня, на очень дальнем расстоянии. Ребят, это просто подкрутки игры. Вы сами знаете, что не всегда снаряд летит прям белке в глаз. Я сейчас абсолютно спокойно, без печальки, на 400 с гаком закинул товарища ТТ. И получив от нас несколько дырок, он решил отвалить. Эмиль первый получает в башню. Мы размениваемся однозначно. Ну, пока, по крайней мере, в мою пользу. Понятное дело, что сейчас я отхвачу третий снаряд от него. Откачусь назад. Попытаюсь уйти из-за света. Попытаюсь как-то немножко схорониться. Потому что запаса прочности у меня не сильно осталось. Безусловно, машинка не бронированная. Поэтому, ну, будьте готовы к тому, что вы будете отхватывать. Углы склонения, ребят, да, печалька. Ребят, вот по углам склонения действительно печалька. Я не буду говорить, что данная машина вас порадует хорошими углами склонения. Но давайте будем говорить откровенно. Проходная вафля тоже далеко не подарочек в отношении углов склонения орудия. Я бы сказал, что более печальная, чем веселая машина. Поэтому, ребятки, играется на вот этой конкретно супер вафле на райтере один в один. Точно так же, как играется на проходной. Просто вы реально накидываете больше ДПМа за то же самое время. Поэтому, ребят, в этом, наверное, и есть огромный плюс, огромный позитив данного аппарата. В том, что вы можете вот так вот разбирать вполне спокойно товарищей. И выцеливать слабые зоны, как сейчас было в башне у соперника, я закинул абсолютно без печальки. Поэтому, ребят, однозначные, однозначные плюсы по данной машинке. Ну что, ребят, давайте так. Смотрите, по броне, безусловный картон, вопросов нет. По всему остальному мне машинка очень зашла. То, что мы сейчас проиграли, я думаю, это не вопрос конкретно к райтеру или ко мне. Я со своей стороны сделал все, что мог, отбрасывал, как только перезаряжался. И даже если бы я находился вот там вот на дальнике, в любом случае с кормы сейчас бы заехали. То направление продавили соперники. Ну и, соответственно, нас окружили, нас начали разбирать с двух сторон. Итак, 2350 единиц урона. Один сделанный фраг. Причем я выцелил с Т1 просто-таки вообще там в пиксель, можно сказать. Что касается фарма за вот этот проигрышный бой, 15600. И что касается нашего места в команде по урону, опять на первом месте. Ребят, это очень ДПМная, очень классная машина. Причем на ней ДПМ, как казалось, несмотря на ее картонность, реализовать, ну, просто-таки с легкостью можно. И против десяток есть, что противопоставить в виде пробоя эльфы. И на дальнем расстоянии крайне классная точность для того, чтобы выцеливать тяжелые танки в их слабые серые зоны. Короче говоря, ребят, я очень доволен, что получил данную машину. Особенно получил ее халявно. Теперь давайте вернемся все-таки к вопросу того, а сколько же доплачивать за данную машину. Ребят, я вам скажу так, это коллекционка. И, наверное, наверное, ребят, если у вас есть 15 тысяч голды на счету накануне вот новогоднего аукциона, который грядет, то в целом это довольно-таки неплохой вариант за 4,5 тысячи, если прям полной суммы вам не хватает, взять себе такую коллекционку 9 уровня. Потому что фармит она плюс-минус нормально. Фан, да, безусловно, есть. Ты реально чувствуешь себя ворошиловским стрелком на данной машине. Мне очень понравилось. Вот первые две катки, даже вторая проигрышная, мне все равно зашла. Поэтому, ребятушки, я сказал бы так. Если вы хотите на новогоднем аукционе прикупить себе что-нибудь годное, безусловно, за 15 тысяч вы можете, скорее всего, прикупить себе 2 годных машинки 8-го левела, если вы сможете выдрать их где-то по 7-7,5 тысяч голды. И таким образом опустошите в ноль свою золотую копилку. Если бы сейчас, вот у меня есть в копилке 19 тысяч золота, накануне вот новогоднего аукциона, у меня стал вопрос, покупать ли данную машину за 4,5 тысячи. И я знал бы, как она играется. Вот посмотрел бы, допустим, вот такое видео. Ребят, у меня средняя статистика в районе 50-55% в зависимости от того, на каком аккаунте. То есть я не скилловый игрок, не имбовая там машина смерти прямо в игре. Ну вот, ребят, в средних руках машинка вот так играется, и я бы заплатил за нее 4,5 тысячи голды. И пускай бы здесь спустился вниз до 15 косарей, грубо говоря. И пытался бы что-то выторговать на новогоднем аукционе годное 8-го левела, там, 2 машинки. Допустим, там, Прогу 46-ю, не знаю, там, и Акулу, да, или Экшен Икса. Ну, короче говоря, что-то в пределах там 7-7,5 тысяч, если вы отхватите. Окей. Безусловно, если у вас меньше 15 тысяч, и вам необходимо доплачивать полностью все, здесь уже вам необходимо задуматься, есть ли у вас в приоритете другие кайфовые машины, которые, возможно, будут на аукционе. Но помните, ребят, на принятие решения у вас осталось буквально часов 20, если вы смотрите это видео сразу, как только оно вышло. Если же позже, соответственно, времени гораздо меньше. Напомню, если вы за честные обзоры, такие, как был этот обзорчик на VT Writer, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, я буду вам безумно благодарен за то, что вы поддержите мое начинание, вы поможете мне реализовать свою мечту. А моей мечтой является развить канал до невиданных размеров, канал, на котором все люди, которые любят играть в танки ради удовольствия, в первую очередь, они будут получать честную и правдивую информацию о технике, о том, какая она есть на самом деле, и о товарах в магазине, такими, какие они есть на самом деле, для того, чтобы вы, не дай бог, не потратили свои real money, либо свою кровную голду на что-либо, что потенциально может вас расстроить в дальнейшем. Я наступал на такие грабли, покупал машину по рекомендации именитого обзорщика и потом расстраивался, потому что у скиллового игрока машина игралась куда красивее, чем в моих среднестатистических руках. На данный момент у меня все, всех благ, всего хорошего, мира вам, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока!